Привет, друзья! Сегодня я решил рассказать вам про атласные карты. Атласные карты самые узнаваемые и популярные были и есть до сих пор. Они были созданы в 1860 году академиком живописи Адольфом Шарлеманом. Хочу сказать, что у каждой страны или региона есть свой шаблон. Но хорошо всем известны атласные игральные карты, настолько привычны нашему глазу, что всякие другие карты кажутся нам необычными. Вот у меня здесь три колоды. Есть карты вот такие. Вот такие. И самые известные вот такие карты. Картинка, которая изображена на них, известна нам с 1860 года. Сейчас, ребята, вы посмотрите и все сразу поймете. Вот эта картинка уже более 150 лет существует. В 1855 году дюжина атласных карт стоила 5 рублей 40 копеек. И существовала монополия на игральные карты. Значит, почему атласные? В то время существовали разные сорта карт. Были глазетные. Первый, второй сорт и высочайшего качества для императорского двора. Глазетные были очень плохого качества. А первый, второй сорт натирались тальком. И из-за этого карты выглядели очень красиво, блестели. Выглядели как атласная ткань. Значит, царские времена отошли. И глазетные. И для царского двора карты отошли. Были времена. И остались только среднего класса. Вот такие. Кстати, вот эта клечистая рубашка осталась до сих пор. И только где-то в 1930 году появились карты экстракласса. С вот такой рубашкой. Карточная бумага до сих пор отличается. Вот если посмотрите, вот эти карты еще советские. А это уже свеженькие. Видите, какая разница. Просто бумага намного толще и прочнее. Вот так, ребята. Кому видео понравилось, лайкайте, подписывайтесь. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok